Начало недели в правительстве Тверской области выдалось насыщенным. Губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства Тверской области. Рассмотрены итоги реализации региональной инвестиционной программы в минувшем году и обозначены задачи на ближайшие три года. Подробности у Романа Быкова. В 2022 году объемы исполнения программы были самыми высокими за последние семь лет. Большинство средств направлено на реализацию проектов в сферах здравоохранения, ЖКХ, образования, дорожного хозяйства. В итоге в прошлом году была завершена реализация 28 проектов в 14 муниципалитетах. Построены детские сады в Твери и Вышневолочке. Наибольшее количество объектов введено в сфере ЖКХ. Это очистные сооружения Конаковского района, Калининского района, города Твери, Старицы. Сейчас Торжок у нас на очереди, Ржевский район. Конечно, очень важно, что среди объектов АИП у нас появляется все больше объектов социальной направленности. Выполнен значительный объем работ по газификации территории. Так, в Красном холме и Оленине построены внутрипоселковые газовые сети. Начались работы по строительству сетей в Нелидове. Построены объекты газификации в населенных пунктах Киморского, Санковского, Ржевского, Ромешковского и других районов. Подготовлена проектная документация на строительство внутрипоселковых газовых сетей по поселку Максатиха. Ряд объектов адресной инвестиционной программы находится в процессе строительства. Это Западный мост, Бежевское ЦРБ, Грибная база на реке Тверца, очистные сооружения в Твери, детские поликлиники в Кимрах, Твери и Торжке. Впереди масштабная реновация социальных объектов в муниципалитетах. В большинстве муниципальных образований школьные и дошкольные учреждения требуют уже не просто ремонта, а капитального ремонта, либо замены. Поэтому следующим этапом развития адресной инвестиционной программы, мы полагаем, наверное, с 2025-2026 года, это будет все-таки реновация социальных учреждений для ребятишек и, конечно, учреждений здравоохранения. По результатам рассмотрения вопроса губернатор Игорь Руденя поручил ответственным министерствам и главам территории, где реализуются проекты, усилить личный контроль строительства объектов адресной инвестиционной программы, а также претензионную работу с подрядчиками, которые не выполняют обязательства по своим контрактам.